Меня зовут Бушмин Илья, я являюсь заместительным регионального директора по разработке ПО Digital Engineering Россия. Работаю в Люксофте уже более 20 лет. Меня зовут Литер Шван Артур, я ресурс-менеджер подразделения Digital Engineering. В Люксофт я попал относительно недавно, около полугода назад. Меня зовут Михаил, я джаворазработчик, работаю в Люксофте уже больше, чем год. Меня зовут Иван Степников, я в компании Люксофт работаю уже больше 10 лет. Текущая моя должность – главный архитектор Digital Enterprise. Мой бэкграунд в Люксофт, я был студентом. До прихода в Люксофт я занимался также джаворазработкой применительно в туристической области. Мне Люксофт помог переехать в Москву и релацироваться. С одной стороны, я сразу понимал, куда я еду, на какое место, какими задачами буду заниматься, а с другой стороны, все эти небольшие бытовые вопросы, все это было решено. Digital Engineering – это порядка тысячи специалистов в распределенных командах. Один проект может выполняться на нескольких локациях. Линейка Digital Engineering – это одна из трех линеек Люксофта, в которую попало большое количество проектов, большое количество программ, которых можно объединить по разным типам, по разным направлениям. В своей ежедневной работе я использую технологии, связанные с Big Data. Здесь, в основном, Hadoop и все, что касается его окружения – это технологии, связанные с EI-ML, технологии, которые связаны с микросервисами. Очень часто используются безоблачные технологии. В нашем случае бывают и некие частные облака, и вот такие известные вещи, как Azure или AWS. Основной стек технологий у нас – это Spring, в частности, Spring Boot, также это MyButys, Hazelcast, Swagger и брокер сообщений Kafka. Мне в моей работе больше всего нравятся те задачи, которые направлены на развитие моих коммуникационных скиллов. Тот видимый результат, который позволяет наша работа достичь. Больше всего мне нравится в работе то, что я могу брать совершенно различные задачи. Нет каких-то ограничений. Настолько много возможностей, настолько много разных по типу, по формату задачи, я могу заниматься не обязательно работой менеджера или ресурс-менеджера. Я могу быть сегодня, например, аналитиком или, возможно, помочь писать какие-то тексты. То есть это большой простор. Больше всего в работе в Люксофте мне нравится то, что здесь есть возможность совмещать работу и учебу, то есть ходить на различные курсы. Есть баланс между работой и жизнью. Также мне нравится здесь, что есть возможность сменить проект по собственному желанию. Мне больше всего в компании нравится то, что здесь есть определенная свобода. Во-первых, можешь заниматься разными областями в зависимости от своего желания. Во-вторых, здесь нету каких-то строгих иерархий. С точки зрения коллектива диджитал инжиниринга — это люди ответственные, во-первых, в первую очередь, интересующиеся. Очень много внутренних групп, которые работают друг с другом на одними и те же задачи, делятся знаниями, советуются друг с другом. Мы пропагандируем взаимопомощь внутри диджитал инжиниринга и никогда не отказываем в помощи дружественным проектам. Получается так, что мы сохраняем хороших сотрудников для того, чтобы наш творческий путь продолжался как можно дольше и мы могли сделать для этого мира как можно больше интересных, хороших продуктов и проектов. Коллектив у нас дружный, всегда есть взаимовыручка и можно обратиться к более опытным коллегам по какому-то вопросу кейсу и они его подскажут как разрешить. Когда к нам приходит человек, мы очень часто узнаем, что того специалиста, который на сто процентов подходил бы, найти невозможно. И очень часто мы берем вопрос обучения на себя. Мы очень ценим, когда человек готов изучить что-то новое для того, чтобы решить более оптимальным путем ту или иную задачу. Если говорить про идеального кандидата, основной момент, наверное, основное качество кандидата – это его перспективность. Если мы говорим про какие-то конкретные скиллы, языки программирования, Java, Python – все это можно наработать, имея определенный подход. Приходя в диджитал инжиниринг, вы можете до обучиться и выбрать не спеша проект, подходящий для вас, и у проектного или продуктового менеджера будет возможность посмотреть поближе на вас для того, чтобы выбор был осознанным для двух сторон.